10 способов научиться любить себя от Луизы Хэй. Важнейший ключ к достижению любви к себе – это перестать критиковать себя. Трудности возникают, когда мы считаем себя плохими. Все мы люди, и это делает нас уязвимыми. Научитесь не притворяться совершенными, отказавшись от стремления к совершенству, невыносимо давящему на человека и не дающему сосредоточиться на том, что неблагополучно в его жизни, можно открыть в себе свою индивидуальность, творческие способности и оценить в себе то, что делает нас непохожими на других людей. У каждого своя роль в этом мире. Критикуя себя, мы делаем себя неспособными выполнить свое предназначение. Следующее, что нам необходимо сделать, – это перестать запугивать себя. Многие просто пирализируют себя мрачными мыслями, представляя любые ситуации намного хуже, чем они есть на самом деле. Такие люди раздувают маленькие проблемы до непомерной величины. И как же это ужасно – жить в ожидании самого худшего. Следующий способ – быть добрым, мягким и терпеливым с самим собой. Большинство людей страдает от ожидания немедленных результатов. Мы хотим иметь все блага и знать все ответы прямо сейчас. И часто мы портим жизнь другим из-за своего нетерпения. Нетерпение – это нежелание учиться. Мы должны научиться быть добрыми к своему сознанию. Давайте не будем казнить себя за негативные мысли. Можно считать свои мысли созидающими, а не разрушающими. Мы не должны обвинять себя в том плохом, что было в жизни. Мы можем извлечь из него уроки. Быть добрым к себе означает отказаться от обвинений, чувства вины, наказаний и боли. Следующая ступень на пути к любви к себе – это научиться хвалить себя. Критик сжигает душу, похвала, возрождает из пекла. Признайте свою силу, свою божественную сущность. Всем порождение безграничного разума. Ругая себя, вы унижаете силу создавшего. Начните с малого. Когда вам придется делать нечто новое, непривычное или еще неосвоенное, поддержите себя похвалой. Любить себя – значит поддерживать себя. Обращайтесь за помощью к друзьям, позволяйте им помогать вам. Просьба о помощи – это проявление силы, а не слабости. Многие из нас привыкли полагаться только на себя и ни за что не попросят о помощи. Но индивидуализм не позволит. И все-таки попробуйте сделать это, вместо того, чтобы пытаться справиться со всеми проблемами своими силами и злиться на себя за то, что ничего не получается. Любите свои отрицательные черты. Они – ваше создание, так же, как все мы – создание Божие. Нам всем случалось делать неправильный выбор. Если мы будем упорно наказывать себя за это, то выработаем стереотип. Еще одно действенное средство – это юмор. Он помогает расслабиться и почувствовать облегчение в стрессовой ситуации. Если человек сможет посмотреть на свою жизнь, как на пьесу с элементами мыльной оперы, драмы и комедии, значит он не безнадежен, и впереди у него все будет хорошо. Ухаживайте за своим телом, думайте о нем, как о прекрасном временном пристанище для вас. Вы ведь заботитесь о своем доме, не так ли? Следите за тем, чем вы питаете свое тело. Два популярнейших средства бегства от действительности – это наркотики и алкоголь. Если вы увлеклись наркотиками, это еще не означает, что вы дурной человек. Просто вы не нашли позитивного способа удовлетворения своих потребностей. Объедаться – это еще один способ спрятать свою любовь. Мы не можем обойтись без пищи. Она дает нам энергию и помогает творить новые клетки в организме. И хотя мы зачастую знаем основы науки о правильном питании, мы продолжаем использовать еду и диеты, чтобы наказать себя и стать толстыми. Работа с зеркалом. Зачастую подчеркивается важность работы с зеркалом для выявления того, что мешает нам любить себя. Вы можете работать с зеркалом по-разному. Например, подходите к зеркалу по утрам, как только проснулись, и говорите – «Я люблю тебя! Что я могу сделать для тебя сегодня, чтобы ты была счастлива?» Прислушайтесь после этих слов к своему внутреннему голосу. И следуйте тому, что услышите. Начиная работать с зеркалом, вы можете ничего не услышать в ответ. Ведь вы привыкли ругать себя, и внутренний голос не может отозваться мыслью полной любви. И, наконец, любите себя прямо сейчас. Не ждите, когда станете совершенными. Неудовлетворенность с собой – всего лишь привычка. Если вы сможете быть довольны собой сейчас, не откладывая, если сможете любить себя и одобрять себя, то сможете и насладиться добром, когда оно войдет в вашу жизнь. Научившись любить себя, вы сможете полюбить и принять других людей. Продолжение следует...